Здравствуйте! Сегодня идет сезон огурцов и пора подкармливать их так, чтобы увеличить количество завязей, рост самих огурцов, а также увеличить плодоношение огурцов. Также мы можем в этот момент влиять на вкусовые качества огурцов, чтобы они были вкуснее, слаще и не горчили. Основная причина, почему горчат огурцы, это неправильный полив. Поэтому всегда поливайте огурцы несколько раз в день, если у вас состоит жара. То есть полив у нас обязательно утром и вечером. Если совсем-совсем жарко, то поливать можно даже 3 раза в день. Если вы заметили, что ваши огурчики начали скручиваться, это говорит о том, сигнал вам, чтобы вы мало поливаете огурцы. Поэтому поливаем чаще, они растут равномерно и никаких загогулинок у вас не будет. Ну а чтобы поднять урожай, мы используем удобрения, лучше всего натуральные. Давайте с вами начнем. Самое простое и самое любимое мое удобрение это зола. Нам понадобится 1 стакан на ведро и также 9% столовый уксус. Уксус тоже 1 к 1, 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса. Зачем нам уксус? Зола у нас не в активной форме. Если вы просто ее будете посыпать, то толку от нее будет ноль. Потому что зола не растворяется в воде сама по себе. И все полезные элементы, это фосфор, калий, кальций, которые в ней содержатся, вы просто не получите. Потому что они не водорастворимые. А чтобы они впитались именно корнями огурцов, нам надо сделать активную форму удобрения, чтобы у нас зола стала водорастворимой. В этом нам помогают кислоты. Но лучше всего использовать, конечно, уксус. Уксусная кислота делает золу водорастворимой формой. И у нас все питательные элементы. А именно в золе очень много фосфора, кальция и калия. Также мы добавляем аммиак. Одну столовую ложку на ведро воды вместе с золой. Аммиак нам нужен для того, чтобы наши огурцы активнее росли. В золе у нас нет азота. Поэтому мы используем нашатырный спирт. Это в чистой форме азот. Мы соединяем два этих удобрения. И они активно начинают действовать. То есть мы влияем на два фактора. Если вы не любите смешивать два удобрения, то сегодня полили золой с уксусом, завтра полили нашатырным спиртом. Тогда ваши огурцы будут активно плодоносить, активно цвести и дадут большой урожай, который вы можете собирать ведрами. У меня в теплице растут три небольших куста. Как небольших, уже огромные. Достигли потолка. Сейчас льются по потолку стебли у меня. И идет активный рост завязей, новых огурчиков. И мои огурцы в теплице плодоносят до октября. До первого снега. Потом они просто замерзают. Как минусовые температуры приходят, огурцы замерзают. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.